Ежегодный ледовый бой на арене Ледового Дворца Спорта Труд. Команды Башнефть Полюс, Лукоил Коми, Северная Нефть и сборная НАО отчаянно боролись за кубок губернатора округа. Опасные моменты и стремительную игру – все это подрили любителям хоккея спортсмены команд-участниц. 25 марта. На трибунах болельщики, хоккеисты-любители, подрастающие поколения спортсменов, жители и гости столицы округа. И вот он, долгожданный момент открытия кубка. На лед выходят команды Башнефть Полюс, обладатель кубка прошлого года. Курин и призеры-хоккеисты команды Лукоил Коми, традиционно в красной форме. Во второй шеренге команда РН «Северная Нефть». Они по итогам прошлого кубка на третьем месте. И вот на лед выходит наша сборная. С приветственным словом к участникам турнира обратился губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Дорогие друзья, дорогие гости наших уже ставших традиционных соревнований. Хоккей – очень сильная, мужская, сложная игра. И для победы мне необходима воля, желание стремиться и устремление. Но самое важное – хоккей – игра командная. И точно так же мы с нашими лидеропользователями вместе в единой команде работаем на состоянии нашей горячо любимой Родины. Преследуем вторую цель – это повышение состояния наших жителей Ненецкоавтономного округа. Я желаю нашим зрителям получить неимоверное удовольствие. Хоккеистам показать свое профессиональное мастерство и, безусловно, всем успехам. Турнир считаем открытым. Первыми играют команды-победители турнира прошлого года «Башнефть Полюс» и «Лукоэл Коми». Команда «Башнефть» выступает прежним составом. Тренер команды – Айдар Худзамеддинович. За командой «Башнефть Полюс» – мощная школа уфимского хоккея, прославленная успехами Салавата Юлаева. Спортсмены прибыли в Наринмар накануне и, кроме тренировок, успели провести мастер-класс для воспитанников ледового дворца труд. Команда «Лукоэл Коми» пользуется заслуженным авторитетом у соперников. Ведут игру ровно, нацеленную на победу в любых обстоятельствах. Тренер Айдал Лукманов. Командой доволен. Вот такие две силы сошлись на Наринмарском льду. 45 минут жесткой сильной игры «Башнефть» забивает ворота «Лукоэл Коми» 8 шайб, не пропустив ни одной в свои. 8-0. С таким счетом хоккеисты уступают лед командам «РН Северная нефть» и сборной НАО. Вторая игра принесла победу нашим игрокам. 5-3. Турнир однокруговой. Каждая команда сыграет по три матча. 26 марта. Второй день турнира. Первыми на лед выходят наши сборные команды «Башнефть» «Полюс». 7-2 проигрывает сборная НАО. За ними играют «Лукоэл Коми» и «РН Северная нефть». Только одну шайбу смогли забросить хоккеисты из «Северной нефти». Матч закончился со счетом 4-1 в пользу команды «Лукоэла». Третий и заключительный день стал самым напряженным. Сборная НАО против «Лукоэл Коми». Очень сильный противник. Игра началась на хорошей скорости. Шайба переходила от противника к противнику. Атака следовала за атакой. Первый период закончился со счетом 2-1. Второй период. Скорость наших игроков возросла. Удары по шайбе стали сильнее. 3-2. Капитан команды НАО Вадим Протасов. На его счету не одна голевая передача. Третий период показал, что окружные хоккеисты играют на уровне победителей. Основное время закончилось со счетом 3-3. Судьи назначают серию буллитов. Сборная НАО одерживает победу со счетом 5-3. Трибуны взорвались аплодисментами. Всего за три дня представители округа забили 12 шайб. Еще одна игра «Башнефть-Полюс» и «РН Северная нефть» порадовала болельщиков. В первый период команда «Башнефть» начала с атаки. И уже через пару минут первая шайба влетела в ворота Северной нефти. Но команда не упала духом и отыгралась буквально через минуту. В конце периода команда соперников забрасывает еще одну шайбу в ворота команды «РН Северная нефть». Во втором периоде команда «Башнефть-Полюс» забивает еще две шайбы, но и пропустить они успели одну. Третий завершающий период закончился разгромом команды «РН Северная нефть». Счет на табло 6-2. Генеральный спонсор Кубка «Башнефть-Полюс» Компания взяла на себя расходы по приобретению призов и работе судей. Перед церемонией награждения для зрителей и хоккеистов на льду танцевали чемпионы мира в фигурном катании Елена Йованович и Надарима Исурадзе. Самым торжественным моментом Кубка, итог ради которого четыре команды играли смело, решительно, грамотно и самоотверженно. Судьи решили, что самыми результативными игроками турнира стали лучший вратай Сергей Вертунов, представитель команды «Нао». Лучшим защитником стал Сергей Абрамов из команды «Лукойл Коми». Лучший нападающий Эрнест Салищев, представитель команды «Башнефть-Полюс». И лучшим бомбардиром стал Павел Гриб, игрок команды «РН Северная нефть». Победителем Кубка по очкам стала команда «Башнефть-Полюс». Сборная «Нао» получила серебряные медали. На третьем месте «Лукойл Коми» и завершила турнирную таблицу команды «РН Северная нефть». На церемонии награждения глава округа Игорь Кошин подтвердил, что турнир по хоккею станет традицией и пригласил команды через гольф вновь встретиться в Наринмаре.